МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, здравствуйте! Добрый день! Рады вас приветствовать на нас в гостях. Я обожаю начинать понедельник и не с какой-то информации из разряда сегодня поговорим. Можно лично о коммунальных услугах или в сфере медицины произошло то-то, а когда мы пообщаемся о новогодних мероприятиях, так еще и с нашими любимыми гостями. Потому что все, что происходит в последнее время в научной библиотеке, нас безумно радует, и мы рады, что у нас есть возможность в прямом эфире из первых уст узнавать все самые свежие и горячие новости. Новостей много. Перейдем мы к ним сразу же после того, как я зачитаю другие новости, традиционные для нас, небольшой дайджест из трех. И напомню, наши контактные данные. Открытая студия подразумевает общение не только с нашими приглашенными спикерами, но и с каждым, кто присоединяется к эфиру по своему собственному желанию, разумеется. У вас есть возможность дозвониться до нас по номеру телефона 99 45 45 или отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграмма Вайбер привязана к номеру плюс 7 921 708 20 06. Новости заключаются в следующем. За прошлую неделю в Заполярье зарегистрировали 234 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего 104 случая в Мурманске. За ним идет Мончегорск, Кандалажский район и Североморск. Следующая новость. Мурманский оперштаб напоминает, что по номеру горячей линии 122 можно получить ответы на вопросы по осеннему призыву. Также здесь продолжают консультировать северян на тему частичной мобилизации. И последняя новость. В почтовое отделение России поступили марки с изображением арктического пейзажа Териберки. Вместе с ними выпустили специальный штемпель с датой почтового гашения 25 ноября 2022 года. Художественные обложки с виньеткой, конвертами на первое дно гашения и почтовым блоком с голографической фольгой. Марки вышли в серии «Арктический туризм», куда входят морские круизы, рафтинг, катание на лодках, рыбалка и охота вблизи Северного полюса. Ну, уверен, они просто очаровательны по своему дизайну. Я лично еще не видел, но теперь точно надо посмотреть. Тема нашего сегодняшнего мероприятия это, естественно, новогоднее мероприятие научной библиотеки. Что ожидается, что планируется, что вообще будет. Ну и, наверное, перед тем, как перейти к контексту, надо поинтересоваться, когда все это вообще стартует. Слушайте, ну, подготовку мы начали, наверное, в начале ноября. Мы, как обычно, заранее начинаем задумываться. Я был уверен, что сейчас скажешь, где-то в июле. Ну, в июле мы уже знали, что будет происходить. А в ноябре мы уже начали составлять закупки подарков, например, если у нас есть какие-то подарки, а они есть в части наших мероприятий. Мы стали договариваться с людьми, нашими партнерами, которые будут совместно с нами участвовать в проведении новогодних мероприятий. Но знали мы все уже в июле, конечно. Многие отозвались партнеры, кто решил приобщить себя? Из творческой сферы очень многие, да. И мы как раз про них в основном будем говорить. А кто творческая интересует? Не, ну, знаю, если бы я задавал вопрос там, кто из коммерческих организов... Ну, кому это надо? Да, творческая сфера, конечно же. Старт. Старт. Горячая пора у нас уже началась. Мы уже стартовали. А, уже? Конечно. Влад расскажет про мероприятия, которые начались в Планетарии. В основном это для детской аудитории мероприятия. Ну и, конечно, основные мероприятия нас ждут в декабре месяце. То есть декабрь под завязку будет, на очки завязки. Под завязку, вообще. Это будет бомба. Хочу про Планетарий уже, можно? Чуть-чуть, быстренько. Но... Там еще много что нужно рассказать, кроме него. Давай, конечно. Смотрите, в Планетарии уже сейчас мы начали череду мастер-классов для самых маленьких. Это по типу сделать там новогоднюю открытку для родителей. Это, может быть, изготовление какой-то простой ракеты из-за ригами. И у нас эти мероприятия сейчас стали регулярными. Каждое воскресенье в 12.00 мы проводим такие мастер-классы. У нас билеты продаются на Яндекс.Билетах. И в группе ВКонтакте все написано. Это вот то, с чего мы начали. Мы назвали это «Подготовка к Новому году». Ёл, типа, как бы скоро все начнется. А вот интересно, открыточки, которые делают детки, они как-то связаны с тематикой нашего необъятного космоса? Ну, мы очень постарались, конечно. Мы как бы должны совместить и новогоднюю тематику, и тематику космоса. И поэтому мы делаем ракеты из-за ригами, а внутри ракет, например, рисуем Деда Мороза. Что это? Дед Мороз летит на ракете. Камон. Какой сейчас год? Да, планетарии было бы неаутентично, да? Если бы это было просто снежинка или там просто карета. И детки регулярно посещают? Да, вот сейчас у нас уже прошло два таких мастер-класса, и в ближайшее воскресенье он тоже состоится, поэтому мы настоятельно всех приглашаем. Это наше, скажем так, первое мероприятие прям совсем юной аудитории. У нас есть фильмы такие, которые подойдут. Три плюс, четыре плюс, прям сяськи-масяськи. Про сосиску, которая летает в космосе. В стиле смешариков. Корейский мультик. Я посмотрел. Корейский нет, наверное, нет. Какомонг называется. В общем, мы как раз его в пару стыкуем с таким мероприятием, которое, ну, для самых маленьких. И таким образом, наконец-то, заходим на вот эту аудиторию, которая уже очень сильно хочет в космос. Это нельзя как бы отрицать. А так, на секунду, отвлекшись, пока линия спичи не потеряли, если подводить итоги года по планетарию, а все проекты, которые хотели быть реализованы, они успелись? Больше. Больше, наверное, в полтора раза проектов, потому что мы планировали одно. В итоге, внезапно у нас родилась идея проводить вечеринки, дискотеки. В том числе, к Новому году мы такое мероприятие сделаем. Называться будет «Невесомость». Это будет бесплатный вход. Как раз-таки наши творческие партнеры-диджей снова к нам придут, встанут на фоне вот этого купола с космосом сзади них и будут играть танцевальную музыку. И мы, соответственно, делаем мероприятие и для молодежи более старшей. То есть, там, от 16 до 35-42, сколько сейчас молодежь играет? То есть, это будет бесплатная дискотека в Планетарии с самделишными диджеями и спецэффектами, которые обеспечивают Планетарий. Мы убираем всю мебель, чтобы нигде нельзя было сидеть, только танцевать. И без возрастных ограничений. Да, невесомость, ну, чтобы нельзя было уж притягиваться к Земле. Здорово. А это какой день? Мы пока что точно дату утвердим в ближайшее время, да, и точно будет понятно, что это 23 или 25 декабря. В группе ВКонтакте «Планетарий – просто космос» будет окончательной информацией. Вот это пример проекта, который мы придумали просто, ну, потому что, условно говоря, мы решили, что что-то как-то мало мы работаем с молодежью старшей. Вот. И летом мы провели такую пробную вечеринку. Было круто, у нас есть классные видеозаписи. Там приходили диджеи, и они очень сильно довольны картинкой, которую у них получили. Ну, конечно, конечно. Классные показатели. Они стоят, диджейский пульт, сзади них там какие-то индейцы майя прыгают там с копьями. Потом резко картинка меняется, там, Пантеры. То есть, ну, фильмы, у которых звук отключен, они тоже интересно выглядят. Все присутствующие в нашей нескромной аудитории сейчас согласятся с тем, что декорация, она имеет огромное значение. Вот, грубо говоря, мы сейчас с вами сидим, и за вашими спинами это видно на камерах, повешен пресс-волк с такими, там, аккуратными люверсами на звукоизолирующую панель. Но, предположим, если бы это был большой световой экран, где, например, тезисно крутились бы информации о том, о чем мы сейчас говорим, это выглядело бы сразу вау-эффектно, да, притягивает внимание. Там бы крутился и я в костюме космонавта, и просто куча заведующих, которые такие то-сё, то-сё. Это вообще моя мечта, чтобы даже в те эфиры, когда ты не приходишь, в режиме скринсейвера крутился. Здесь договариваемся сейчас с руководством. Влад ещё не рассказал про Деда Мороза, который будет омолаживаться. С выросли омолаживаться. Мы придумали новогоднюю программу, и нам же нужен сюжет всегда. У меня там большой опыт работы с новогодними праздниками, в том числе и в ДК, когда там Дедушка Мороза, там, украли Новый год, украли мешок с подарками, украли Снегурочку. В общем, все праздники, которые ты продюсировал, связаны с воровством? Ну, они связаны с тем, что есть конфликт, и Деду Морозу нужно помочь его решить, чтобы праздник состоялся. На учебной библиотеке стоит немножечко проверить биографию своего сотрудника. Но ты продолжай. Проверяйте, точно, всё будет хорошо у меня. Так вот, Дедушка Мороз в этом году у нас должен немножечко помолодеть, приблизиться к молодёжи, потому что он уже стал стареньким, уже не успевает туда, не успевает за прогрессом, за соцсетями, не успевает за ТикТоком, прости господи. Вот, и поэтому мы будем изобретать машину времени. У нас ключевое событие нашей программы – это создание некой машины времени, которая позволит нам понять, что там будет в будущем, а что будет в прошлом. Так что, похоже, я только что расширил аудиторию, возможно, все хотят знать, что там в будущем, и хотят знать, что там в прошлом. Это уже интересно сейчас. Ну, во-первых, не могу не отказаться от ремарки «Господь простит», а я подумаю. А что касается омоложения Дедушки Мороза, очень интересно, происходят какие-то мозговые штурмы, когда вот эти все идеи рождаются? Как вот коллектив собирается вообще? Да, мы собираемся, обсуждаем, и на основе опыта, который получен в предыдущее время, выбираем то, что было наиболее значимым, эффективным, что больше понравилось нашим гостям, придумываем что-то новое, креативим. Вообще коллектив библиотеки – это сумасшедшие люди, очень творческие. В хорошем смысле, в хорошем. Да, 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 они просто готовы на все. Все-таки горят своими идеями. Да, да, они очень любят свою работу, у них много идей, все эти идеи мне безумно нравятся, иногда очень сложно что-то выбрать, они молодцы на самом деле. Вот Екатерина Владимировна как раз в этом году предложила совершенно гениальную вещь, которую мы все откладывали, потому что у нас же наши гениальные идеи, дискотеки, музыкальные джемы, то, о чем мы уже разговаривали в стенах этой прекрасной студии. И поэтому она предложила совершенно гениальную простую вещь – подарочные сертификаты. Сразу же, как абонемент, на несколько сеансов. И мы в этом году начнем их продажу, то есть это будет красиво оформленный буклетик, открыточка, и внутри будут промокоды на какое-то количество фильмов, которые можно посетить, вот начиная с этого момента. Заходишь на сайт, ввел код, все, этот фильм тебя ждет, у тебя есть билеты. Такой космический абонемент. Буквально абонемент в космос на несколько космических приключений. Там так и написано, кстати. Ну, так потому что… Я уже читал. Это не потому, что мы тебе принесли такой абонемент здесь. Нет, я не понимаю. А очень жаль, что не принесли, это просто креативом от вас уже начинает заряжаться. Вернусь к «Молоджине Дедушке Мороза». Я не до конца понял, это будет как анимационный фильм, это будет программа на этом построена. У нас будет, как всегда, такая некая вариация научного шоу. Там мы показываем какой-то эксперимент, ребята в нем участвуют. И актер один из них в костюме космонавтов, собственно, ведет шоу, а второй актер, собственно, в костюме Деда Мороза. И здесь такая маленькая мета-шутка в том, что у нас обычно Деда Мороза в библиотеке играет какой-то молодой сотрудник, что у нас, в принципе, мало взрослых мужчин-сотрудников, которые были такие, как Дед Мороз статные были. И поэтому всегда у детей все равно возникает вопрос, типа, я же вижу, что это Ярослав, я же вижу, что это Никита. Поэтому мы вот решили так выкрутиться с одной стороны, с другой стороны сказать, что у нас Дедушка Мороз посвежел, и он сейчас будет еще быстрее, он будет еще креативнее. На случай, если сейчас перед голубыми экранами сидят дети с широко открытыми глазами, отвисшей челюстью, Влад шутит, это не Ярослав и Никита, это настоящая Дедушка Мороза. У нас такая атмосфера здесь, мы все время обмениваемся. Это просто клички там на Северном полюсе, Ярик, Ник, как бы все остается в любом случае дедушками. А есть сейчас запрос у взрослой аудитории на то, чтобы тоже для них контент создавался, вот по вашим ощущениям? Я к тому, что вот те же дискотеки, какие-то эксперименты, шоу, то, что проходит для самых маленьких, мне это понятно. Детям это всегда интересно, всегда здорово, всегда увлекательно. Это просто в контексте того, о чем мы говорим, прежде чем мы перейдем к дальнейшей теме разговора. По вашим ощущениям, у аудитории чуть постарше, 16+, у них тоже появляется запрос. Просто принято считать, что молодежь в таком возрасте, она уже сама себя развлекает, ну, там находит какие-то места по интересам, или, ну, цифровизация, мы все знаем, контент можно найти в интернете, какой пожелаешь. Вот чувствуете, что им тоже это нужно? Я скажу так, наверное, это чувство, основополагающее чувство из тех, что заставляет меня оставаться в регионе, потому что многие мои сверстники там, и многие мне говорят вообще, ты такой-то чувак, ты там столько-то умеешь придумать, столько-то умеешь реализовать. Езжай ты там в Москву, езжай ты там в Питер, тебе это будет весело, и там, как бы, твой этот талант встретят, и дадут тебе там поработать, и повеселиться, и отдохнуть, и найти себя. В общем, а здесь я вижу, что спрос есть, и в основном, как бы сказать, молодежь сама его делает, то есть сама реализует то, что им нужно, и если вот это совпало, что есть возможность реализовать, есть желание реализовать, то у нас в Мурманске, ну, цветут прекрасные мероприятия, прекрасные мероприятия, которые поддерживаются на уровне Министерства культуры, поддерживаются на уровне даже президентских грантов, просто пока что, наверное, сложно все еще в этом ориентироваться. То есть у нас нет единой площадки, нет единого какого-то концепта, чтобы вот молодой человек такой, так, я хочу там снимать кино, я хочу там изучать космос, я хочу играть в музыкальных инструментах, но при этом я не хочу там идти в специальную школу, потому что это опять школа, я ненавижу школу, вау, я хочу какой-то расслабон, релакс. Вот ему пока что нет куда взять эту информацию, кроме как из соцсетей, а там, ну, вы знаете, все сложно. Но спрос такой совершенно точно есть, и я думаю, что научка с этим работает, ну, уже не первый год и продолжит, и не второй, и не третий год с этим работать. То есть получается, это определенная новая степень развития библиотеки как явления, не как института, а как явления, когда научная библиотека подтверждается не тем, что все стеллажи заполнены фолиантами с научными данными, но что, в общем-то, конечно, должно быть в научной библиотеке, в первую очередь, все-таки. Оно есть, конечно. Да, оно есть, мы сейчас ни в коем случае не умаляем необходимость этого, но и дополнительное развитие в направлении вот такой ивент-индустрии. И прозвучит грубовато, но если запрос есть, и есть возможность его реализовать, это просто замечательно. Я хочу сказать, что запрос есть не только от молодежи, ровесников Влада, есть запросы от моих ровесников и от людей серебряного возраста, и для них тоже есть специальная программа. У нас работает клуб «Старшие». Это замечательный клуб, где очень-очень активные представители серебряного возраста, они занимаются рукоделем, обсуждают книги, и мы к ним приглашаем лекторов. Очень интересная у них программа, и они регулярно посещают свои заседания, и у них также будет новогодняя программа. Так, подождите, тут мы просто обязаны поставить паузу. Мне Ленина, ведущий, подсказывает, что мы приблизились к рекламе, а я не хочу пропустить ни единой детали о серебряной новогодней программе. Поэтому давайте мы прервемся, и по завершению рекламного блока продолжим диалог. Так что вы, уважаемые, не переключайте файл волну и свой телеканал. Мы совсем скоро будем с вами. Реклама Продолжает говорить и показывать открытая студия совместный проект Радио Рекорды и телеканала Арктик ТВ. Я и ведущий Николай Дукмас напомню. В гостях у нас сегодня заместитель директора по развитию Мурманской областной научной библиотеки Екатерина Танкопей и специалист отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Владислав Крикунов. Сегодня мы обсуждаем о том, какие новогодние мероприятия ожидают всех мурманчан и жители области в научке, ну уж простым таким языком. И перед тем, как выйти на рекламную паузу, вы начали рассказывать о том, что для аудитории серебряного возраста мне очень понравилась эта формулировка, теперь я ее активно буду использовать. Для них тоже подготовлено новогоднее событие, верно? Все верно и не одно событие. Встречаются они неоднократно каждую неделю, но самые яркие события в декабре – это музыкально-литературный вечер, песня остается с человеком и новогодние посиделки. Это уже в конце декабря будет, в преддверии Нового года. Тоже музыкально-литературный? Да. То есть на каждом таком мероприятии приходят какие-то гости с какими-то интересными историями, музыканты? Конечно. Это программа целая, это и песни, и выступления лекторов, это и воспоминания, например. У нас, кстати, будет книжная выставка, посвященная воспоминаниям ретро-публицистика о том, как праздновали Новый год в советские годы. Вот всех приглашаю, это классно вообще, очень интересно. Какие-то забытые рецепты о том, какие поделки делали, какие-то идеи. Вот такая уникальная выставка. Вы знаете, я прям убежден в том, что человечество всегда живет запросом на ностальгию. Это прям важно. И чем ближе какое-то крупное событие, яркий праздник, что-то масштабное, эффектное, тем сильнее хочется погрузиться в это, но не со своим сознанием и мозгом современного человека сейчас, а с тем ощущением, когда ты впервые к этому празднику прикоснулся. Все говорят про новогоднее чудо, какое-то новогоднее волшебство. В детстве его абсолютно каждый ощущал. Мы все в быту, в работе, мы взрослеем. Магия уходит. И вот подобные вещи, о которых вы говорите, они эту магию помогают ей вернуться снова, это прочувствуя, знаете, на кончиках пальцев. Весь цимис в этом, если позволите. Так что потрясающе. Очень рада. Согласна. Что еще попланируется? Я знаю, что огромный перечень вообще событий, а у нас всего лишь маленькая вторая часть программы. Давайте еще расскажем, что будет в библиотеке. Да, действительно, событий будет очень много и новогодних, и просто для прекрасного настроения. Для малышей будет очень теплое, очень прекрасное семейное мероприятие, просмотр диафильмов, которое будет посвящено самой новогодней сказке Самуила Маршака. 12 месяцев. 25 декабря. Это прекрасно будет. Также у нас мастер-классы будут в Центре современного искусства по каварельной живописи. Будем создавать открыточку, это тоже для маленьких. Будут у нас мероприятия и для взрослых. То есть для тех, кто не хочет делать космические открытки, они такие... У них будет выбор. У них будет выбор, но хочет сделать что-то новогоднее подарок своими руками. Или для тех, кто начнет на новогодних открытках и поймет, что вошел в кураж, и можно уже запускать производство мерча, свой талант в космос. Да, то будет дальше пропуск на верхней этаже библиотеки, и там будет еще мастер-класс, еще мастер-класс, еще мастер-класс. Отлично. Да, очень много мастер-классов, новогодних мастер-классов. Приходите обязательно, мы будем делать и подарки, и новогодние игрушки, и открытки в разных техниках. На любой вкус абсолютно. Все останутся довольны. Вот, кстати, как раз, наверное, у зрителя, который давно не был в научной библиотеке, может возникнуть вопрос. Вот у вас там столько мастер-классов, у вас там планетарий, все. Ну, где вообще вы это делаете? Понятно, что научная библиотека, она большая, но все-таки там ведь есть, ну... Не, ну, первая логичная мысль, которая приходит, мы просто убрали несколько стендов с пыльными книгами и поставили туда столы под мастер-классы. На самом деле, мы открываем новый зал 10 декабря, он называется «Развитие», и как раз на территории этого зала большая часть перечисленных мастер-классов и будет проводиться. Это большое достаточно пространство на третьем этаже библиотеки, в котором, ну, можно сделать все, что угодно, исходя из его размеров. То есть, ну, на мой творческий взгляд, который уже там метит в какие-то опять космические дали, там можно как бы и концерт сделать, и, что называется, тихую вечеринку в наушниках, да, такой поливившийся мурманчаном формат, опробированный несколькими нашими творческими объединениями, проектами в Мурманске. И не только в Никеле тоже ребята пробовали, ну, вы знаете, это дело наушники. Если кто-то не знает, это когда огромное количество людей танцует, веселятся, но если вы не в их числе и смотрите со стороны, вам страшно, потому что музыка-то не играет, а они все пляшут. А они в наушниках, и наушники еще светятся, и создается ощущение, что опять произошел какой-то космический подключ, подключ к чему-то там. Хочу добавить, когда будем открывать зал развития, нас ждет несколько потрясающих абсолютно лекций. Первое. О юморе и философии от доцента-кандидата философских наук Василия Михайловича Воронова. Смех без причин и другие странности нашей жизни. Мне уже нравится. Да. Лекция о вегетарианстве и здоровом образе жизни. Еда в борьбе за жизнь. И лекция по антропогенезу от кандидата исторических наук Владислава Владимировича Кузя. Приходите обязательно, это потрясающие лекторы, будет очень-очень-очень интересно. И, кстати, лекция – это сейчас очень востребованный формат. Люди хотят узнавать новое. Это правда. К тому же, когда этот формат очень сильно развился благодаря интернет-технологиям, там, YouTube-каналам, подкасты и прочее, даже сейчас люди чувствуют, что это, конечно, хорошо, но хочется этого лектора увидеть, почувствовать живую и самостоятельно, может быть, задать вопрос. Задать вопрос живую, конечно. Да, да. То есть тяга к новому знанию, она вновь крепчает в умах. Это замечательно. И когда новое знание передается непосредственно в видеозаписи, которую ты слушаешь фоном, а находясь прямо там, где оно, в общем-то, созидается прямо перед тобой, какой-то научный пласт, это всегда хорошо. Многие с Нового года планируют, ну, знаете, такая классическая, может быть, русская, а может быть, общечеловеческая привычка начать с чистого листа или там что-то изменить. Вот те три лекции, которые вы перечислили, посетите их все три подряд, и можно выйти просто другим человеком, если я правильно понял контекст происходящего. Вот, друзья, вам отличное решение. Ждите Нового года, вот эти чек-листы, которые вы пишете, и вы в какие-то жидкости с пузырьками потом разжигаете. Да, да, измениться, стать лучше, превзойти себя прошлого, это все можно успеть в 20-х числах декабря в научной библиотеке. Юмор, антропогенез, и вот, простите, вылетел уже из головы третья лекция, и все, вы выйдете другим человеком. Про здоровый образ жизни. Про здоровый образ жизни. Пожалуйста. Еще про генетику подумаем. Ну, про генетику подумаем. Благозал теперь есть снова. Точно, точно. А он, кстати, точно успевается открыться к 10-му числу? Да, абсолютно точно. Мы всех ждем 10-го числа, программа будет весь день. Мы с ребятами уже сняли ролик к открытию зала, посвященный этим мастер-классам. С ребятами это вот мой проект, про который тоже мы здесь говорили, Кинодел Янг, и как бы одно из направлений нашей деятельности, мы все-таки находимся в библиотеке. И ладно, мы там должны творить, мы там должны снимать кино. Скажем так, у нас в рамках занятий, я всегда озвучиваю, библиотека является нашим продюсером. То есть они тоже есть свои хотелки, которые нужно удовлетворить, потому что она такая хорошая, нам разрешает здесь собираться и снимать. И поэтому часть нашего обучения, часть нашей практики, это производство роликов имиджевых для библиотеки. Вот сейчас мы сняли и заканчиваем монтаж ролика, который будет в группе у нас в ВКонтакте, скорее всего, точно будет на сайте. И еще он будет у нас просто на кафедрах, где у нас стоят экраны, телевизоры, и там будет постоянно крутиться мастер-класс такой, мастер-класс сякой, планетарий. Все самое вкусное мы там собрали, и еще будем дополнять. То есть, получается, вместо того, чтобы как-то, ну, в общем-то, это тоже стандартная нормальная практика, заказывают специалистов со стороны, чтобы они сняли какое-то имиджевое видео. Получается, ваши же студенты, практикующие на момент времени, они же создают этот видеоконтакт. Да, в данный момент проект научки, вот этот кинодел Янг, он закрывает полностью эту сферу, потому что у нас там были какие-то профессиональные конкурсы. В этом году, типа, нужно снять видео, как библиотекарь, такой молодец, там, тюр-пыр. Раз, ребята, есть вот такой заказ, вот такое ТЗ. Это имиджевый ролик про человека, это ролик-портрет. Давайте подумаем, подошли творческие, что-то добавили, дополнили, отправили, вау. Как оцениваешь работу, ребят? Все было очень интересно в завершении года, тоже, как кинодел Янг вообще. Слушайте, ну, мы сняли очень хороший, на мой взгляд, фильм, его сняли ребята, я этим очень сильно горжусь. Он называется «Моя половина», его премьера будет в группе ВКонтакте «Кинодел Янг» 9 декабря. Это 100%, мы его уже смонтировали, мы только сейчас думаем... Короткий метр. Да, короткий метр, до 5 минут, 4 минуты вышло. Это практически музыкальный клип с песней мурманской группы почтовой службы Бангкока. История про любовь и история такая, которую... Ну, была задача придумать историю, которую нельзя рассказать нигде, кроме как в Мурманской области. Поэтому там есть некий такой региональный, локальный прикол, скажем так, который в другом регионе странно бы звучал. То есть мы хотим развивать именно идентификационно наше арктическое кино. Вот, премьера будет в железобетонной еще в библиотеке, но, наверное, в каком-то скромном анал-формате, по зависимости от того, будет ли у нас какой-то свободный зал, потому что мероприятий, как вы знаете... Очень много. Очень много. Но у нас по условиям 9 декабря премьера в онлайне, и она состоится. Поэтому я приглашаю всех посмотреть, оценить труд, получается, третьего набора проекта. Это молодые люди от... Самым младшим 15, от 15 до... Верхнего порога нет. До 25, 35, 37 у нас есть представители. Поэтому приставка Янг, она сейчас не ограничивающая, а разрешающая. То есть она, наоборот, дает зайти в юных поколениях. А ну, это премьера тоже актуальный способ донести релиз, поэтому не вижу в этом ничего абсолютно зазорного, очень удобно. Обязательно посмотрим 9 числа. У нас пару минут с вами до конца эфира остаются, к сожалению, хотя я так чувствую, классная информация еще до безумен. Давайте самое яркое, что вот обязательно надо сегодня упомянуть. Да, хочу рассказать, какие еще безумно интересные мероприятия у нас будут. Вот хотя бы просто перечислить и юмористический концерт «Литературный стендап», и интеллектуально-развлекательная игра «Би-Би-Кю Мафия», и 14-й открытый студенческий турнир по игре «Что, где, когда», и познавательная программа «День че в научке». Это мероприятие из цикла «Цветные дни», и программа будет посвящена черному цвету в литературе, музыке и живописи. Турнир «Своя игра», городской турнир по спидкубингу у нас пройдет. И не забывайте о том, что у нас работают выставки. Одна в Центре современного искусства, она называется «Опыт». И выставка Дениса Сидорова «Краска стекла» — это в зале «Трансформер» на четвертом этаже нашей библиотеки. Приходите обязательно. В общем, друзья, если кто-то что-то интересное услышал, срочно. Группа ВКонтакте, областной научной библиотеки, срочно сайт. Там все это в понятной форме, карточками, все это есть. Поэтому следите за нашими соцсетями. А также не забывайте, что если у нас какое-то платное мероприятие проводится, у нас подключена пушкинская карта. Это, собственно, самое главное, чем мы хотели бы подытожить, наверное, наш спич сегодня. Пушкинская карта? Пушкинская карта, да, то есть это карта, которую молодежь может получить от государства, и там есть некий баланс, который можно потратить на культурные мероприятия. А мы как раз учреждение культуры. Я думаю, что помимо пушкинской карты всех заинтересовал спидкубинг, потому что вы просто обязаны расшифровать, что это такое. Это нужно отдельную программу вам спидкубинг еще и принести с собой. Это вот те самые чемпионаты по скоростной сборке. Мы года два-три назад, наверное, общались со специалистами в этом направлении. Да-да-да-да. И как раз речь шла о том, что когда-нибудь мы это будем развивать на таком уровне, что сможем проводить такие серьезные чемпионаты, приуроченные к ярким событиям. Вот я так полагаю, что 2022-й становится как раз-таки годом премьеры, когда это выходит на более качественный уровень, на новую ступень. И наша научка в центре внимания. И это хорошо. В центре внимания сегодня находились и вы, и я, но, к сожалению, наши минуты слабые, наши 28 минуты слабые подходят к своему логическому завершению. Программу нужно закрывать. Однако, напоследок хочу дать вам возможность еще раз напомнить координаты, где можно просмотреть полный перечень всех мероприятий. Значит, первое, это сайт mgo.nb.ru, или по-русски написать за поисковой строке mgo.nb, аналогов пока что нигде не высвечивается, особенно если включена хоть какая-то геолокация в браузере. Плюс группа ВКонтакте Мурманская областная научная библиотека. Это два самых основных вот этих наших интернет-сервисов, где мы располагаем всю информацию про все мероприятия. И, опять же, повторюсь, в удобной форме у нас есть и дизайнер, и люди, которые в СММ разбираются, и поэтому библиотека сейчас не выглядит как просто, знаете, список PDF, и вот там все, что мы перечислили, пожалуйста, ищите. Нет, это все очень удобно, поэтому заходите, ставьте лайки, подписывайтесь и участвуйте в конкурсах. У нас есть что-то там в конкурсе, особенно в группе Планетария. Так вот я все сказал. Ну что, друзья, декабрь будет жарким, очевидно. Спасибо большое, что прибыли к нам в гости, было очень приятно пообщаться. Спасибо за приглашение. До свидания. Открытие студии Продолжение следует...